В нашем городе нет центра такого, где могли бы мы своих детей куда-то привезти, где-то с ними развлечься, где-то с ними, извините, оторваться, чтобы они выплеснули весь свой энергосберегающий потенциал и пришли домой спокойно и все было хорошо. Почему? Объясню. Потому что у нас очень много детей-ментальщиков в городе Балакова и перед этими детьми закрываются везде двери. С ними никто не хочет работать, их никуда ни в какие кружки почему-то не берут. Если есть охота брать, то 2-3 занятия и отказ. Находят в миллион причин для того, чтобы маме красиво, корректно отказать. Поэтому мы, открывая этот центр, берем на себя огромную ответственность этим детям всем помочь. Плюс другим детям, вне зависимости от статуса заболевания и от статуса инвалидности. Здесь дети будут школьные, дошкольного, подросткового возраста, до 18 лет. Плюс еще ко всему мы приглашаем из других регионов, из других стран специалистов, чтобы нашим детям-ментальщикам и детям ЦПР и детям ДЦП помогали, осуществляли какую-то поддержку. Для этого, чтобы не бегать, не снимать, где-то искать помещение, арендовать какие-то там комнатушки, мы предоставим им, пожалуйста, помещение, пожалуйста, все и все остальное, чтобы все это было у нас. Да, мы будем привлекать логопедов, дефектологов, помещение у нас позволяет, комната у нас позволяет, количество детей у нас тоже достаточно будет неограничено, тоже позволяет. Ну, там есть другие, это будут психологи, потому что у нас, как таково, центр нереабилитационный. Это реабилитационный, это должно быть медицинское уклонение, не нужно оно нам. Чисто логопеды-дефектологи больше идут, как педагогики моих тоже нет, потому что раз мы не лицензионированное объединение, мы не будем этим заниматься, но они у нас будут. Однозначно, потому что для детей-ментальщиков это без них, а не как без хлеба, без этих специалистов, без логопедов, без дефектологов, без социологов, без психологов. А остальное, уже всю остальную помощь мы берем на себя.